Можно ли прожить в таёжной деревне без мяса и рыбы? Последователи церкви Последнего Завета доказывают, что можно. Всю командировку в общине Денис Денисов и Павел Иваницкий провели на вегетарианской диете. И прямо сейчас поделятся премудростями органической и вкусной пищи в следующей серии специального проекта «Обратная сторона солнца». Я одеваю перчаточку такую, потому что когда немножко собрать, ладно, а когда много, то это колет. Крапива. Для кого-то сорняк, но для Алены Янович один из любимых кулинарных ингредиентов. Поливать, удобрять не надо. Сама растёт. Поэтому можно целое лето заготавливать, и мы собираем очень много, потом делаем супчик из неё крапивный, запеканки. В салат просто можно её добавлять, как приправу. Чай пить шикарно, волосы мыть, да, всё что угодно. Как и все последователи Виссариона, Алена – вегетарианец. Разрешены послабления только в виде кисломолочных продуктов. Для тех, кому каноничная диета тяжеловато даётся. Сама Алена родом из Белоруссии, много лет прожила в Германии, откуда до сих пор получает подарки, которым после продуктовых санкций можно только позавидовать. Вот такой подарочек я получила недавно. Это французский сыр «Жеромон». И вот такой вот очень пикантный, с голубой плесенью, из Германии немецкий сыр с голубой плесенью. Сейчас Алена управляет огромным роскошным домом, который здесь называют немецким. Хозяйка его построившая в деревне не живёт, но переживает за судьбу общины. В доме селятся туристы, в основном из Германии. За чуть более тысячи рублей вы получите кровать и изысканный вегетарианский завтрак. За время путешествий по миру Алена освоила тонкости многих кулинарных блюд, в состав которых, конечно же, не входит мясо. Но то, что сибирякам кажется привычным продуктом, для хозяйки оказалось чистейшей экзотикой. Впрочем, освоила их Алена довольно быстро. Совершенно не знала, что берлах – это черемша, а в Беларуси черемши нет. А так как я родом из Беларуси, то про этот продукт я совсем не знала. Сегодня постояльцы будут завтракать петропавловским ноу-хау – овсяной запеканкой с крапивой. Берётся овсянка, три стакана примерно у меня здесь. Вот, я её промываю водой, отжимаю, да, холодненькая водичка промыла, отжала. Потом я беру крапиву, крапива, правильно, крапива, я её залила кипяточком. Отжатую крапиву мелко нарезаем. По объёму нужно примерно столько же, сколько и овсянки. Подойдут только молодые листочки. От стеблей лучше избавиться. Мелко нарезаем две крупных морковки, луковицу, закидываем горсть отрубей и всё это тщательно смешиваем. Не жалеем чёрного перца. Следом можно добавить что-нибудь для придания сочности. Это обычная заготовка огурчиков. Можно хоть рассол взять, огурцов, помидор, вообще совершенно всё равно. Просто вот у меня такие огурчики. Я эту баночку, вот так вот. Готовит Алёна скорее интуитивно. Какие-то ингредиенты даже рекомендует свободно заменять по вкусу. Именно от этого люди насыщаются не только в продуктах, которые живая энергия, а именно ещё человеческая энергия. Поэтому это всё делается руками. Сады у петропавловцев очень изобильные. За два десятилетия община научилась делать из растительной пищи диковинные блюда. По вкусу и запаху даже не всегда догадаешься, что в них за ингредиенты. Кстати, вот папоротник – это чистый белок, и у него даже аромат, когда вот люди всё время, туристы у нас разные бывают здесь. Люди говорят, что это у вас пахнет, то курица, то рыба. У всех своё мнение, потому что это чистый белок, и у него такой вкус насыщенный. Когда смесь перемешана, выкладываем всё на противень. Я её ставлю в духовку на примерно 35 до 40 минут. В зависимости, какая будет у него, вот если такая жёлтенькая уже сверху запечённая поверхность, знаете, уже готова. Сверху тонким слоем выкладываем зелень – базилик или петрушку, мелко нарезанный лук, постоявший в нерафинированном подсолнечном масле, и помидоры. Можно подавать к столу. Сочетание овсяных хлопьев и крапивы для меня абсолютно в новинку. Сейчас продегустирую. Пахнет, как лето. В нашей съёмочной группе, кстати, и все – заядлые мясоеды. Но от органического завтрака после съёмок почти ничего не осталось. Практически весь следующий день нам предстоит провести в дороге. Мы отправляемся в другую деревню, населённую последней заветцами. Ещё более диковинную и таинственную. Денис Денисов, Павел Иваницкий. Седьмой канал.